Наверняка вы знаете, кто такая Алла Пугачева. Если вы хоть немного знакомы с ее творчеством, то знаете, что она певица значительных масштабов, куда более обширных, чем просто границы одного государства. Естественно, у нее есть очень много последователей, и все стремятся хоть немного быть похожими на нее. Последние несколько лет Тина Каррель устраивает большие шоу, концерты, неординарные клипы. Некоторые называют ее дивой, другие твердят, ее слишком много на ТВ и в интернете, и иногда хочется от нее отдохнуть. Так в свое время было и с Аллой Борисовной Пугачевой. Не метит ли Тина Каррель на место второй Примадонны? Разбираемся в видео. Подписывайтесь на канал Одна Минута, ставьте лайк и колокольчик, чтобы держать руку на пульсе важных звездных новостей. Поехали! В 2005 году в Юрмале прошел вокальный конкурс «Новая волна», в котором приняла участие тогда еще малоизвестная певица из Украины Тина Каррель. Исполнительница так понравилась россиянам, что они подарили ей статуэтку в виде золотой волны с 30 бриллиантами и предложили ей стать лицом компании. Алла Пугачева также вручала свои призы. Денежный приз в размере 50 тысяч долларов она решила отдать нашей Тине Каррель, что, грубо говоря, стала путевкой на большую сцену. Возможно, именно тогда Тина прониклась Аллой Борисовной и решила стать на нее похожей. Сейчас Тина Каррель, которую номинировали только в одной категории на Юна 2022, у большинства фанатов ассоциируется с элегантностью, независимостью и женственностью. Однако это только сейчас, ведь раньше, еще на старте ее славы, у нее были совсем другие песни и другой, более юный, дурашливый и яркий образ. Прямо как у Аллы Пугачевой в молодости. Она тоже пела песни не только о любви, но и о других чувствах и стремилась показать себя такой, какая она есть. Сейчас же Тина Каррель, как говорит сама певица, выросла. Ее репертуар стал более наполненным жизненными песнями, глубоким смыслом и серьезностью. Например, в 2021 году исполнительница хита «Выше облаков» Тина Каррель выпустила альбом «Красиво», в который вошли 8 треков, в том числе «Скандал» и «Любовники». Также она организовывала масштабные концерты и шоу, появлялась в различных медиапроектах. Тина дает очень много концертов, и не только в Украине. Она постоянно находится в медиапространстве, поэтому даже если она и захочет скрыть что-то от публики, у нее вряд ли получится это сделать, ведь за ней следят тысячи фанатов. К слову о фанатах, у Каррель есть два своих огромных фан-клуба «Фантина» и «Дантина». Поклонники регулярно мониторят ее соцсети, ходят на встречи и дарят роскошные подарки. Здесь еще одно сходство с Аллой Пугачевой, ведь во времена ее гастрольной деятельности такие фан-клубы у Примадонны были практически в каждом городе. Еще одна схожесть двух величайших артисток – Кароль, как и Пугачева, была ведущей рождественского мюзикла «Рождественская история». Правда, у Примадонны была концертная программа «Рождественские встречи». Отличает их пока что только одно – это личная жизнь. В то время как Алла Пугачева могла позволить себе менять мужчин как перчатки, ведь мы с вами знаем только о пяти официальных кандидатах на ее сердце, а были еще и те, кого она прятала. Тина Кароль остается верной своему супругу, которого не стало в 2013 году. Конечно, у нее были какие-то непубличные отношения до этого, однако это было в далекой юности. Есть ли у Тины сходство с Аллой Пугачевой или нет, это каждый может решать сам для себя. Кому-то покажется, что сейчас Тину действительно боготворят, как Примадонну в свое время. Другие скажут – это лишь дело времени. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что украинскую артистку Тину Кароль не стоит сравнивать с Аллой Пугачевой. Времена уже не те, Тина – самобытная, да и дивы номер один в украинском шоу-бизнесе, по их мнению, нет. Зато есть сразу несколько топовых артисток на пьедестале украинского шоу-бизнеса. Неужели Тина Кароль действительно хочет, чтобы ее называли украинской Примадонной? А что вы думаете на этот счет? Напишите свое мнение в комментариях к этому ролику, а также смотрите видео о том, почему Тина Кароль и Дан Балан расстались, и что еще о своем романе они скрывали. Не забудьте подписаться на канал «Одна минута». Переходите на наш сайт по ссылке в описании. Там очень много новых и актуальных новостей о ваших любимых звездах и центральных событиях мира.